Юниорская сборная по карате разбилась в автокатастрофе в Кустовском районе. В ночь со среды на четверг на объездной дороге около поселка Новоликеево микроавтобус «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и лоб-лоб столкнулся с большегрузом. В автобусе находились 20 человек, 10 из которых дети. Воспитанники Казанской спортивной школы направлялись в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования. Автокатастрофа унесла жизнь трех человек, в том числе одного ребенка. В Нижний Новгород в это же время выдвинулся караван спецавтомобилей с ранеными. По состоянию на 10 утра трое детей находятся в реанимационном отделении, остальные дети находятся в травматологическом отделении, трём из них оказывается оперативное лечение, остальные дети находятся в удовлетворительном состоянии. В основном это черепно-мозговые. У трех детей, которые в реанимационном отделении, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и у двоих детей и переломы нижних конечностей. Трое детей находятся в стабильно тяжелом состоянии. Прогноз для жизни благоприятный, поэтому будем надеяться, что все обойдется без осложнений. Проводится все необходимое обследование дополнительное. Готовы выехать консультанты в случае необходимости. Пока такой необходимости нет. Если она возникнет и будут выявлены какие-то дополнительные изменения у детей, значит, готовы подключиться. Это специалисты Института травматологии и ртопедии. Возраст детей от 11 до 12 лет. В микроавтобусе находились и взрослые. Главный тренер юниорской сборной Искандер Шагин погиб на месте. Мужчина находился в передней части салона, на которую пришелся основной удар. Жертвой автокатастрофы, по данным Реавремиен, стал и водитель-дублер микроавтобуса. На сегодняшний день шесть пострадавших. Из них двое средней степени тяжести и четверо тяжелые. Из тяжелых двое прооперированных. Их состояние на сегодняшний день не вызывает каких-либо угроз. Какие травмы были? Травмы сочетанные. Это в основном черепно-мозговая травма и травма органов брюшной полости. Четверо детей по состоянию на 10 утра находятся в удовлетворительном состоянии. Решался вопрос о переводе их в Казань по месту жительства. По мнению специалистов, учитывая то, что все-таки дети травм получили ночью, находятся в состоянии психологического шока, не рекомендуется в течение суток трогать детей, оставить их под наблюдением пока в детской областной больнице. Микроавтобус с юными спортсменами оказался на встречной полосе из-за того, что водитель уснул за рулем. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.